В области наблюдается небольшое снижение заболеваемости коронавирусом на 5%. Эпидситуацию рассмотрели сегодня на очередном заседании областного оперативного штаба под председательством Акимобласти Галийс-Калиева. Снижение заболеваемости за последнюю неделю незначительное всего на 5%. За это время выявлено 457 заболевших. Почти на 45% заняты койко-места в инфекционных стационарах. Больше всего фактов выявлено среди контактных и больных с симптомами ОРВИ. У 71 пациента болезнь обнаружили после профилактического осмотра ИУ-25 с целью эпиднадзора. В разрезе районов лидирует город Уральск. 319 случаев. В Бурдинском 42, в районе Байтирик 34 случая. В остальных районах не доходит до 10. По-моему, активность мониторинговых групп заметно снизилась, особенно в областном центре. До меня доходит разная информация, в частности, что рестораны за месяц вперед берут заказы. Работа мониторинговых групп продолжается. Их создано 17. Работают по алгоритму. В субботу-воскресенье мы проверяем крупные рестораны и банкетные залы. Но в ночные клубы нашим группам и сотрудникам местной полиции допуска нет. Это проблема. Работа должна вестись не только в выходные, а ежедневно. Также важно на постоянной основе контролировать работу колл-центров и горячих линий, сказал Акимобласти. Контактные номера ситуационных центров размещены на официальных сайтах и интернет-ресурсах медицинских организаций и транслируются по бегущей строке у входа в организацию. Также по управлению здравоохранения назначен ответственный сотрудник за достоверность размещаемой информации на сайте СтопКовид. Также по контролю за функционированием их горячей линии колл-центров. Проведен мониторинг по функционированию ситуационных центров, даны рекомендации по улучшению работы. Ответственным сотрудникам ежедневно проводится обзвон ситуационных центров на наличие оператора на месте в указанное время и на достоверность данных им консультаций. Еженедельно на брифинге освещается информация о работе ситуационных центров при поликлиниках. Вся информация по колл-центрам и контакты медиков размещены на сайте СтопКовид. В завершение Акимобласти поручил строго следить за ситуацией и, несмотря на незначительное снижение, вести работу чётко и круглосуточно.